С новым мостом, да? Да, с новым мостом, с новым мотором. Нравится бездорожье? Тогда техцентр Rover City для вас. Специализируется на обслуживании, ремонте все линейки автомобилей Land Rover. Одноименный канал посвящен обзорам, советам эксплуатации и лайфхакам, которые помогут избежать серьезных проблем с вашим автомобилем. В том числе есть интересные и познавательные видео о том, как работает ваш автомобиль. Также на канале Rover City проводятся конкурсы, где главным призом является мощный квадроцикл CFMoto X5HO. Приходите по ссылкам в описании, да пребудет с вами удача и мощный квадроцикл ваш. Что, по-другому едет? Да, намного лучше. Мотор прям вообще сказка. Вот на него ползет. Не, мотор-то я знаю, я имею в виду рулица. Ой, рулица так же, честно говоря. То есть, чуть, знаешь, вот можно почувствовать раненцу, если прям сразу пересесть, ты раненцу почувствуешь, а так вот, ну, очень похоже. Я сейчас говорю, вот они там переделали, а по ощущению, вон, как вот плыл, так он и плывет. Ну, слушай, в катушках шутили, тот приезжал чувак на вот таком же воздействии. И что говорит? Ну, говорит, у меня не было до этого, ну, нет. Что-то, говорит, шатор включать или все? А куда едем? Просто по полю? Блокировки вряд ли не знали, да. До края поля и обратно туда. А, это интересная история. Сейчас поедем. Мастард такой. Короче, он, ну, адекватно ничего не сказал, но мы поржали. Так это, почему каждый год у вас делают новые версии, там, типа, это, потому что с первого раза не получается. Ну, что-то у них 20 лет уже как-то получается. Все лучше и лучше, правда, да, вот здесь штатная блокировка есть, да. Ну, зато есть, знаешь, как в Америке, там, шильдик прилепили, модель 2019, там, что-то сделали, модель 2020. В целом, он намного лучше, чем был раньше, ну, объективно, то есть, особенно прогрев всего и вся, прогрев заднего дивана. Ну, ационально, а вот качество, например, то ли стали, то ли еще что-то, маску, то есть, у нас в семье два уазика есть, один из них 31-60 старый, вот, это у него, короче, вот, подшипники, когда меняешь, ну, модель, еще что-нибудь, у него вот это вот седло целое, то есть, а у новых, блин, вот, 13-го года у нас патриот был, эллипсом становится, короче. То есть, выбивают, да, разбивают, ничего себе. Что, вроде, работа над качеством работают, аккаунт на драйве завели, а что, то же самое? Ну, я верю в вас, я надеюсь, что будет получше. Вот нет, за миллион все равно ничего лучше нет, как бы. Дастер! Дастер! Дастер прям пополнил. Да он не уже едет. А дастер, этот, знаешь, какой дастер? На механике должен быть дастер, на механике проедет, кстати. Когда старт, когда старт? Приедут те, кто педаль сильнее давит, я считаю. О! Музончик хороший. Сами, друзья, включайте, придется... Наверное, что, пониженный ряд. Да не, пониженный ряд тут не нужен. Хотя, может, и нужно. Сделаем, короче, так. Блокировку. Так, блокировку заднего моста. Ну, включу, на самом деле, просто, чтобы быстрее стартануть. Со второй причем поеду. Все, мы, в принципе, готовы. Джим-оффроуд тут не активен. Давайте откроем окно, чтобы было лучше видно. И сейчас попрем. Сейчас поедем мы. Весело. Ну даст второй. Объезжать причем в ту сторону придется. Поехали. О-хо-о, вот так вот, друзья, да. ЗМЗ-Про прет. Отлично идем. Тащат. Буруны, ах, хорошо. Главное, чтобы у меня не было. Надо, теперь, не воткнуться никуда. Разворотик. Так, надо вот в эту сторону. В отсечку, да? Ну вот так, погнали. Хорошо идем. Вообще волшебно просто, я считаю. Ну, четвертая передача, в общем, все честно. Все здорово. В принципе, нет смысла, на самом деле. Первый включай. Вась, а прокатись опять так же, красиво, я сниму нормально. Давай. Снял, да? Прямо рядышком со мной. Да, там подредактируешь, правда, обрежешь. А ничего страшного. Я еще пытался фоткать, поэтому рука, знаешь, так. Ну ладно. Сейчас. Ну так вот вблизи красиво. Да. Еще раз. Попробуем, как пойдет, да? Ну вот здесь уже, видите, боком гасится скорость, и не так уже эффективно. Но педаль в полу, за МЗ-Про четвертая понижена, и машина ну, отлично идет, я считаю, раскидывает снег. Педаль в полу. Отлично получилось, ну, можно было, кстати, не задействовать все возможности. Давайте вновь все это выключим. Все это великолепие. Оставим монопривод и поедем дальше. Нужно ждать еще месяц. Вот тогда это поле будет, я думаю, непроходимо вообще. То есть пока дорожного просвета хватает, а если даже не хватает, главное стартануть, и дальше уже колеса свое дело делать, как скользишь по... Давайте проветрим все это дело. В общем, подогрева, послушай, зеркала. Здорово. Можно просто ехать вот так вот, не по общей части. Ну, отмечу, да, мы вот едем совершенно спокойно на верхнем ряду, вообще без проблем. Получается делать. Действительно хорошо тянет. И ZMZ Pro прям, да, характер прекрасного. Мотор и сверху тянет, и снизу тянет. Ой-ой-ой, все, сюда полетело. Все, в общем, удается. Мотору хорош. Хорош мотор, что не говори. А, пониженный ряд, ты думаешь, что такое? Вторая пониженный ряд. Ой, повышенный ряд. Поэтому он немножко завтыкал. Ну ладно. Поехали дальше. Посмотрим, как у нас будет обставить дела. Получилось прям достойно. Достойно. Ну, можем монопривод отливать включить, ради интереса. И посмотрим, как получится. На моноприводе Оффроуд режим включим. Он работает. Позволяет крутить. Мотор намного интенсивнее, нежели в стандартном варианте. Здесь придется включить, кстати, мост передний. Ну, понятно, почему. Потому что нужна помощь передних колес тут. Чтобы никуда не ухнуть. На первой передаче мы спокойно под газом проедем, чтобы не соскользнуть. тяга всегда должна быть, когда она нужна. В данном случае это все там так. Ну, потихонечку едем дальше. Надеюсь, увидим какие-нибудь интересные моменты еще. Что там у нас такое-то? Что там за дела? Ух, здесь шкута. Полметра, да. Нормально. Оооо. Ооо. Столета труба лежала, тут ее взяли и ездили. Надо было ходом. А вот здесь вот давай вот. Сбоку, да нет. Так, давай назад. Не, давай сбоку бить. Где? Нет, сбоку мы здесь не пойдем. Нет, ладно, это на полдня. можно еще на эту боковину можно швейдер наверно не преодолевая деревяшки деревяшки нужны да у центра кстати пригодились ножом это и алюминиевые чтобы выдержали не тут на можно напороться просто на нее так снесет все лана сантраки нужны нужно собой сантраки возить оффроуд мазафака сантрак есть не до самой нет жопа все приехали сейчас там где-нибудь объедем на о о если можно разворачиваться в принципе не понижающие вот еще нужно понижающие чё там а ну ща проеду блокировочку сзади включу и проеду ох ё с вернутым то рулем да вот так руль ровно конечно держать чё проедем игре на счет педаль в пол и все вы все в натяг ситы для дурачков педаль в пол дальше поехал и вот 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 да подряд может конечно ездить и туда и сюда и так ничего не отрывается бомбера на месте круто ну да и правда круто ну я тоже вот ну будем ждать о буханг приехала удивление кстати короткая машина 4 метра с небольшим второй можно ехать ну вот назад еду с максимально сблокированными возможностями на самом деле разблокированными возможностями ну да холодно снимать на холоде плохо подсела оборудование но ничего продолжаю вещание подцепил энергетический шнурок и буду радовать вас друзья прежним контентом связанным с приключением у вас патриот я им по-прежнему как я говорил заблокированными возможностями разблокированными по всем дорожными возможностями у нас все четко и в таком варианте ехать можно долго раньше патриот к сожалению не рада у нас дополнительными возможностями по блокировке заднего моста теперь это реальность как видите это работает реально работает реально позволяет ощутить движение вперед что там происходит можно есть вот если снежный покров не достаточно глубок то можно в принципе совершенно спокойно прям через него ехать и двигаться дальше вот так вот достаем на земле снег с и даем все у нас получается бодрячком свежий воздух поступает через приоткрытые окна хорошо кстати они не гремят не дребезжат вот это волнует все нормально наш караван движется дальше разномастная компания ну все получают довольствие от движения потому что это всегда здорово когда можно прям проехать там где девятка не проедет а здесь она сто процентов не проедет в общем однозначно просто на брюхе останется и все а на 2 пониженной спокойно заезжаем на холм потихонечку и выезжаем в деревню ну здесь буду подключаться уже чуть далее пока в принципе ничего интересного не происходит но это микро брод прям вот микро микро нашли мы объезд речки потихонечку мы видим что запаса но более чем достаточно достаточно просто плавно сползти вниз и все для кроссовера это было бы проблемы для любого равного автомобиля вообще не что называется ерунда честно говоря вам просто аккуратненько проехать вот и все так что задача могла быть и посерьезней но кстати вот раз у дастер облег на пороге кстати здесь коснулся по многим сравнивают патрио с дастером хотя в целом я считаю что машина совершенно разные и играют они в одну нишу только потому что стоит примерно одинаково но уровень внедорожье на уазе конечно намного проще преодолевается казалось бы вроде тяжелее но теперь когда новый мотор возможности железные блокировки заднего моста ну тут уж геометрия дорожный просвет причем дорожный просвет по мосту по картеру моста на самом деле намного выше да больше вот фишка мостовой темы что кажется маленький дорожный просвет на самом деле это конечно не так получается что мостовая машина конечно бездорожье да может много ну и пока едем посмотрим будут ли еще интересная локация в плане поле например может еще конечно снега надо побольше чтобы было повеселее по ниже передачу поставить прям первое первое тракторная прям машина просто вот ползет ползет и 2 и 2 ну чуть так медленно здесь ехали не знаю ну перерыв перерыв съезжаем мы с асфальта ну с асфальта ну с условно асфальта конечно с более-менее внятной дороги и двигаемся вдоль по колее можно ехать не по колее в принципе можно с нее съехать и вот так вот поехать а никто не мешает ехать вот так вот да то есть а он приятное ощущение главное чтобы никакого пня не было еще что там потому что мало ли что что называется там какой-нибудь гребень еще что-то какие-то там неровности бог знает какие там они могут быть препятствия но машину оставляю борозды едет совершенно спокойно и как хочешь так и едешь грубо говоря да снег пухлый пушистый главное дотянуться до земли продавливаем есть зацеп и едем вперед да как неровности здесь о о бухнул я ну да едет едет патриот блокировка заднего моста пока не нужна мы уверенно бороздим просторы поля таких просто интереснее да вот не в колонии а как-то отдельно более душевно получается более интересно можно сказать продухнуть можно да вот так вот по-разному бывает интересно безусловно впрочем нужно подождать еще месяцок когда будет снега еще больше и тогда вот повторить подобные эксперименты на обычных машинах конечно будет сложновато на мой взгляд тяжеловатые условия эксплуатации мягко говоря ну вот тут вот дача да вот дорог до дачи наверно в данном случае действительно она занесена занесена хотя возможно есть какие-то другие варианты в принципе на заднем приводе я даже не знаю мы сейчас не переключимся на задний привод но в целом интересная тема не переключимся потому что понижающий ряд активен вот то есть целом ехать можно вообще стравление резины помогает любому автомобилю и в подобном условии можно даже совершенно непроходимое что-то превратить в более-менее вменяемое обещаю засадное место впереди надеюсь не стемнеет до его наступления там уже подключусь и посмотрим подзарядился немножко и мы доехали видимо до очень интересного места вот мы видим там уаз уаз немецкий уаз что-то изображает что там происходит бог его знает по-моему он все если честно пойдем его дергать где у нас понижающих а вернее не понижающих а блокировочка посмотрим на тойоту ой как много событий сразу но я не успеваю смотреть гелик выехал тойота поехала ну pajero решил устроить шоу тойота сейчас и выйдет слишком много событий отновременно я не знаю что комментирует дорогие зрители но все решили продемонстрировать прыть в своих автомобилях в автомобиле ну pajero все вот pajero вытяну я живу людей спасать я живу людей спасать я живу людей спасать ну ну вот зимний фрод он такой да мощнообразный веселый очень ну 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 трос надо стать я думаю уже все кажется я отработал посмотрим что у нас здесь есть так стропы коррозащитная обычный трос вот стропа 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 интересная сейчас мы все дело осуществим сейчас все это дело дёрнем проверим да реально проверяем работа оборудования стропа у меня эти на испытаниях красная сейчас все дёрнем ну видно отличие да троса от стропы то есть это более гибкое устройство длинный да есть этот отрезать чем у меня вот коротко коротко где нахрен он дёрнем сейчас все нормально будет а мне есть нет двадцатиметровый а у меня это 10 20-ти метровый это прям давай отрезать отрезай стяжка бас где он тут так шакл там есть часовой мы здесь настоящее проушина отлично место для все тут потихонечку ездят туда-сюда да да не хватает просто прям ух в канаву ух и все здесь даже чуть не понятно что опасность зимнего оффроуда называется все 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 финиш да он застрял ура он застрял он стоит шаклаж да вот он а ну давай ну давай что проверим в этом дергать то есть куда вроде есть да 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 сейчас вот боюсь этих естественно динамических строп на самом деле потому что как полетит в лицо слабого шакла там нет то по крайней мере вот так вот мы задом прямо пропахали да ну еще видно еще немного и все дальше через через месяц я думаю здесь вообще ни на чем не проедешь ощущение ханулики так все закрепляем такая вот стропа ноунейм ноунейм проплаченной рекламы не было да да если бы кто-то заплатил можно было бы ноунейм поэтому в описании обязательно я думаю что найду и производителя напишу кто это сделал но новый хороший стропа дергать так куда он там ехать посмотрим где она может проехать а а а и от справа поехали так не будут пристегиваться в принципе здоровье это не обязательно в натяг на первое очень короткое вообще в этом плане очень удобно никаких трудов бах бах ну а там можно легко проехать как видим вторую сейчас ключу бах 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 все это а города города нет так просто не поедешь гора на такая ведь нужно сход с разгону гора на кстати выйду посмотрю просто было видно так как у нас дела обстоят он греба и все просто нагребают реально плотный снег нужно прям с разгона фигачить куда ехать вообще ну подзора пошел ну как все кто куда вам поехали используемся ручкой здесь нужно больше газу самооткапывание происходит и мы заезжаю в пул я не заезжая не заезжая сейчас разгона готовим себе его сечечку прям пять тысяч держим и на оборотах проскакиваю все езды на натяг идите к черту как я вас посылаю вот на цепях до цепях да а так на обычной резине только максимальные обороты и мы в дамках будем искать следующую локацию доехали ничего так в целом в остальном без новостей будем ползти по-прежнему в колонии надо выключить блокировку нам сейчас не нужно не пристегнут я вас говорит то ли что скорость крайне высока срочно пристегиваясь подъеду поближе вырублю блокировку все следующее включение надеюсь будет он тоже интересная локация поездим подергаем посмотрим потихонечку поедем прочим щек не до конца пустил да и здесь плавненько переезжаем переезжаем не спеша очень аккуратно на 1 пониженный крадучись едем вперед ого нарыли тут дело мы проедем конечно без проблем дверь не закрыл что-то дверь не закрыл без труда все преодолеваем неправильное поле без труда без труда без труда без труда без труда Это дорога, кстати, здесь вообще. А и что здесь такое? Мне дорога, я поехал на дороге, мне все нормально. Тут здесь ходят и есть. У нас? А? Негодяй. Негодяй у нас есть. Негодяй. В смысле? Колеса сдувают? Да, у нас. Ну-ка. Не-не-не. Что? Борис, 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 Борис. Понятно, негодяй, негодяй еще раз выгодить. Ну ладно. Отдыхают люди, наслаждаются жизнью. Сейчас в пень так бабах. И все. Да. Борис, Борис. О, это СССР приехал. Что случилось-то, а он застрял в Ранглеру что ли, а их нечем выдернуть что ли, ну поехали, поехали съездим туда че. Блокировку нужно включать, имитация конечно здорово, но блокировка нужна. Ну да, что боюсь, что сюда пневкинть, еще что-нибудь тут легко, под этим снегом может быть. Будет хрязь, бум и приехали. Ну что, выдергивает они? А цепляют уже все? А, ну и все-то. Хватит там, хватит там. Думаю, скоро потемнеет, надо быстрее удергивать. Залезай, поехали съездим, посмотрим что там происходит. Просто ездить просто так. Ну а что, скучно конечно. Да, повезло, что все замерзло. Видимо еще перед этим сутка была. Ну, видимо это непроходимое место. Такое вот здесь, в основном уже здесь видно, чтобы хрязь туда вниз. А еще, главное, опоры здесь есть, чтобы с разгоном у них... На запоры нельзя же видеться зайти. Вмандячиться. Можно выдернуть нечаянно. Не, мы обычно, когда сложно, вот стандарты там перетаскиваем в лесочке. Ага. Все они там? А, они там все, да? Да. О, не вовремя мы приехали, короче, можно разворачиваться. Да. А, сейчас сами застрянем, да? Ладно, сейчас по-оному сделаем так вот. Ну, здесь более-менее ровно. Угу. Все они там нормально все. Ой, да. Ну, я по-хардкору какое-нибудь место, конечно. С удовольствием, что там завязывать-то, чтобы так весело было. Но пока прям едем и едем. Ну, зимой чревато, можно тачку повредить хорошо, потому что лед если подломится... Можно ухнуть. Да. Да, да. Ну, знаешь, уже давно, уже давно здесь минус, поэтому, в принципе, все-таки... Ох, ё. Значит, наехали там. Ох... Знаме тогда кровь был... Нет. Ах, так... Да, это механизм. Даже не все-то. Ах, ну, да, да... Поехать-то... В том, что ли, году, да, в том году, по-моему. за прошлый 16 снег был такой сложный а вот там выкладывал нравится такой есть сложный снег на самом деле большом счету очень нет смысла суваться потому что причине что до открывается и патриот идет поцеление от коры на какой резинку мтш и мне дало погонять такое за критично критично давление слушай ну да такой к стремальное травление блин патриот сломается я уеду да тут опять все зависит от резина то наш можно на подъем заехать там в 02 делаешь и поехал рапортироваться очень просто и главное может повредить диск колесный там очень да то есть тут или в том что подготовленную машину тоже едет тоже 0 3 неважно по размеру те колеса важно ну да это правда но лучше удалось что корка корка план ты убираешься мне все еще выше тебя тут и хоть ты умеешь хоть не меня что у тебя физически да есть какие-то ограничения но будем ждать чё до квадроки точно я думаю этой зимой еще будет ой будет жесть не не если вот тут опять будет метр на чем ты будешь ехать с нас отвала что на сутка я залазить и по нему есть на жерелих озер катались была здесь машины поставишь машина с контр так как проваливать на 32 колес то есть они такое то есть там площадь нормально ничего себе так вот с ним перед как на снегоходе куда вы это не эти ли в случае мы ребята как не чеховский что положим движение съездят вас сюда мягче что же нам тут делать туда ехать только ехать остается чат а у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Думал место засадное, но похоже нет Стали там оффроуд режим Субтитры сделал DimaTorzok Едем, отмечу, без блокировки Заняли фенциалы Дружный режим ESP, Traction Control Дает возможность Крутить мотор Мы под средним газом На максимальном моменте едем Я включу блокировку все-таки Железные блокировки мне нравятся больше, если честно, чем электронные Честно, дружный режим, все отключается Хорошо Блокировка оказалась лишней Пирастер хаос Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что это там такое? Пойдем на разведку Что там? Крузак, походу Все? Крузак у топ Наконец-то началось веселье Как всегда Пойдем смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok